добрый день дорогие друзья вы на телеканале и тонн тв программа разбор полетов меня зовут александр вальдман вместе со мной в нашей телевизорской студии мой коллега журналист александр ронкин и по skype виртуально тоже в этой студии политолог александр цинкер александр добрый день добрый день добрый день друзья я хотел предложить к вам к обсуждению тему которая мне показалось достаточно интересной по крайней мере не только мне вот российские средства массовой информации то что называется на этой теме поймали некоторое время назад хайп в тель-авиве на набережной 12 июня в день независимости как считается россии был в день россии до в день россии теперь это называется был растянут развернут длиннющий флаг российский общей площадью 600 квадратных метров много пока заказывали много фотографий на этот счет потом выяснилось что мероприятие проводилось при поддержке всемирного конгресса горских евреев во главе с акифом гелаловым в средствах масс до раздавали бесплатно мороженое женщина в кокошниках фотографировались с народом медведей потом подогнали белых и бурых вопрос у меня к вам вот чем дело в том что в в израиле по крайней мере в социальных сетях очень неоднозначно отнеслись к этой акции которую ну в россии назвали это флешмобом я не буду углубляться в то что называется на самом деле флешмобом потому что то что произошло с флешмобом вряд ли можно назвать но хотел вас спросить прежде всего на ваш взгляд на ваш просвещенный взгляд подобные акции уместны на тель-авивской набережной сразу от себя добавлю вот ну вот в москве же во время хануки на площади революции ставят ханукиев саш давай с тебя начну давайте вопрос уместности разделим сначала на два отдельных как бы аспекта первый аспект это зачем и для чего это нужно было россии с этим все понятно все понятно и все абсолютно легитимно и если бы я был на месте россии россиян российского руководства или еще какой-то официальная полуофициально российской организации я бы тоже с радостью такую штуку проделал и получил бы наверное от этого кучу дивидендов как этот хайп о котором ты говоришь положительный российских сми как наверняка и одобрение со стороны российского руководства так и некое предание россии современной международной политики россии больше легитимации и большего как бы авторитета и уважение это здорово отлично и все замечательно и давайте эту тему отложим в сторону и в общем не будем к ней возвращаться потому что она нам интереснее она понятна потом потом все таки вернусь отчасти к обидеть поговорим о том зачем это нужно было нашей стороне и для чего вообще это нужно евреям израильтянам и русскоязычным с моей стороны подобного рода мероприятия если они только не проводятся с одной заведомой целью я имею ввиду с нашей стороны каким-то образом освоить некие деньги выделенные той стороной я ни в коем случае сейчас никого не обвиняю ни в коем случае так вот если они только с этой весьма благой благородной и полезной целью не проводятся то я считаю что эти мероприятия для русских израильтян не только полезны но и активно вредны я готов объяснить это почему могу сейчас могу после этого давай мы послушаем и сейчас второго нашу коллегу александра цинкера саша я только дополню свой вопрос еще одним ну скажем так своим наблюдением пожеланием как угодно это назови меня например немного может быть мои личные то что называется переживания покоробил когда я видел сцену когда вдоль набережной просто лежал как бы почти как бесхозный длин длиннющий российский флаг а мимо него шли люди просто лежал это первое может быть если мы говорим о каком-то флешмобе если мы говорим о каком-то мероприятии которое должно принести пользу россии может быть имела смысл тут же развернуть это было все напротив посольства россии выставку фотографии россии показать какая россия разная какая россия интересная может быть показать рассказать об истории российского того же флага который был у россии с 1896 года при николая втором введен что-то в этом плане они просто расстелить на набережный флаг и радоваться сладкому мороженым под названием было написано русский русское мороженое но пломбир сложно назвать русским мороженым саш смотри вы в самом начале правильно сказали это был флешмоб причем это флешмоб был не только в израиле это было проведено по всему миру участвовали все кстати посольства и был такой ролик как одно посольство сотрудники одного российского посольства как бы получают российский флаг и передают сотрудникам посольство следующего государства и так это разных точках мира в частности и в израиле тоже это вот такое мероприятие которое решили проводить мне кажется мид россии и я думаю наверное есть такая организация рост за рубеж сотрудничества вот они мне кажется сделали такой проект то что в израиле этим занималась объединение выходцев горских выходцев да это но не только ну окей я не об этом говорю я думаю наверное из соотечественников может быть потянул каких-то людей но когда вы говорите зачем это нам или не нам а кому это нам например я говорю нам я имею ввиду мы русские израильтяне окей так я скажу значит во первых русскоязычные израильтяне и часть этих русскоязычных израильтян к россии никакого отношения не имеет и и может быть даже и не хочет иметь это раз если говорить об израильтянах то а многие подъезжали как я читал потом организаторы рассказывали и спрашивали а что случилось что это за тут знамя какое-то что тут происходит они вообще были не в курсе всего что это делается конечно для русских увидите это в израиле очень приятно я не забуду когда на хануку берлине у бренденбургских ворот было хайта ханукия и раздавали пончики и мы немцам объясняли что это и так далее так далее и рав выступал на на иврите и говорил вы представляете такое чтобы вот в центре берлина праздновали хануку и так далее действительно сердце трепетало мне было очень приятно я думаю русским которые находятся в израиле для них это приятно приятно увидеть наверное и гражданам россии на своих телевизорах как разных точках мира вспоминают день россии но что касается самих организаторов то я думаю здесь с одной стороны они могли бы как ты говоришь правильно лучше организовать что кроме флага может быть еще что там было сделать возможно но это было пятница утром люди в пятницу заняты заняты тем более у нас пляж открылся стоять у каких-то фото павильона или каких-то стендов я думаю это нереально они сделали то что могли и как бы и сделали и забыли я думаю в израиле на это большое внимание в общем-то не обратили а тот кто заказал это мероприятие мне кажется они должны быть довольны флаг был большой об этом сделали материал то есть как бы кто заказал он получил саша продолжи пожалуйста свою мысль я сначала скажу что это не был флешмоб потому что само понятие флешмоб александр подразумевает собой некую спонтанность и самоорганизованность если мероприятие проводится как бы организуется какой-то организация любой государственной или полу государственной и на это выделяются как бы деньги то это уже не флешмоб но дело даже не в этом я уже говорил что я считаю что с точки зрения россии российского посольства организатора сотрудничества чтобы сделано правильно по делу и как бы снимают шляпу они организовали великолепную историю о которой говорил заговорили ровно те люди которых для которых они это сделали и российское общество пока это кстати флаг лежал там бесконечно длинный его снимали коптеры как бы все что нужно все показали как бы в 6 утра в 6 утра да все прекрасно я говорю о том что как когда большая масса израильтян смотрит со странным недоумением на эти мероприятия а вокруг крутятся русскоязычные израильтяне и объясняют что такое что здесь происходит что невольно у многих граждан израиля не выходов из россии закрадывается определенное сомнение у у наших израильских граждан опять же из других общин да выходов из других стран и так уже довольно глубоко поселились сомнения в нашей лояльности вот мы тут все переживаем ах нас не пускают ах в нашем еврействе сомневаются ах нас проверяют больше чем остальных может быть потому что мы даем такие поводы как бы усомниться в нашей лояльности к нашему еврейскому государству мы совершаем какие-то вещи мы ходим тут надувшись в какие-нибудь довольные как бы гордые своей принадлежности к великой российской культуре она делает нас чем-то лучше чем принадлежность к великой арабской культуре или принадлежность к великой персидской культуре мы абсолютно уверены в этом и мы еще даем для себя даем для наших граждан постоянные поводы задуматься о том а кому же мы в первую очередь лояльны и задуматься о том что если эти люди в первую очередь лояльны россии то может быть они действительно не евреи и все это тащит за собой такой нагнетает такой снежный ком я не говорю что вы должны сейчас отказаться от подобного рода вещей нет но мы наша община наши политические организации мы должны все таки наверное пришло время тщательно задуматься вот о той самой лояльности вот либерман говорит нет лояльности и нет гражданства имея ввиду лояльность государства израиль но пора подумать о том какая лояльность у нас на первом месте если мы требуем для себя равного положения в этой стране равного допуска во все самые там секретные службы на высшие государственные хозяйственные посты может быть нужно как-то подумать о собственном имидже вы думаете я вам сейчас скажу одну вещь которую я не знаю сто процентов но я на сто двадцать процентов уверен что это так и есть вы думаете что спецслужбы израиля не работают день и ночь проверяя лояльность по наехавших граждан вы думаете сами израильтяне коренные израильтяне и и как бы ватики которые приехали сюда 40-50 лет назад их не смущает вот это вот самое наша подчеркнутая коленопреклоненность перед нашей бывшей родиной наверное смущает я скажу еще одну вещь вот пусть она будет ужасно мы с вами знаем да и те александр прекрасно знают и уважаемый александр цинкер депутат кнесси так как известно семнадцатого сезона по моему да пятнадцатого они так быстро у нас эти что среди высшего руководства израиля не только среди высшего государственного руководства среди различного рода гендеректоров руководителей крупных организаций и так далее немало выходцев из армейской верхушки израильской и из израильских спецслужб увидяю вас когда рассматривается вопрос на допуск русскоязычных израильтян в те или иные как бы вершины власти даже пусть это будет власть в частных компаниях то и там нашу лояльность рассматривают вот через такое большое увеличительное стекло проверяя наши корни и наше поведение и когда все мы бежим впереди паровоза как бы колотя себя в грудь задрав штаны и крича что да мы русские для нас главная великая российская культура это вызывает у извините пока еще принимающей стороны потому что мы для них все еще новички определенные сомнения вот наши дети которые родились и выросли здесь вот те люди которые принимают решения наши дети для них уже не новички потому что они понимают что дети даже откровенных родителей шпионов секунду да выросшие в израиле они уже как бы у них на первом месте израильская война в общем вы поняли что я имею ввиду я понял что ты имеешь ввиду с другой стороны нет ни одной стороны в мире где бы репатрианты первого поколения были депутатами кнессета заместителями мэров министрами и так далее и тому подобное это это моя это моя реманка об этом я бы я еще поговорил я кстати ну а я кстати против этого хорошо время у нас к сожалению не так много саш я понимаю что можем еще отдельную тему сделать на эту тему по этому поводу хочу спросить александра цинкера саш давай мы от темы флага немножко отойдем тогда я хочу спросить о другом отчасти отталкиваясь от того о чем говорил сейчас александр ромкин речь идет о том что израильтяне имеющие российское гражданство могут принять участие в голоса в референдуме по изменениям в конституцию российской федерации иногда я как бы себя ловлю на мысли если я живу в израиле зачем я иду голосовать за там условно путина за при ли там запорошенко за зеленского еще за кого-то даже если есть паспорт этот с определенной целью большинство получает эти паспорта чтобы пенсию получать или еще что то какие-то 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 льготы не просто так не из под не ищу с патриотизма я бы сказал но это мое мнение скажи должны ли израильтяне идти голосовать за изменения конституции российской федерации заслушавшись монологом господина ромкина я как бы не буду вставлять свои замечания по его выступлению единственное что я хотел бы вот отойти от этих обобщений которые он говорил мы русскоязычные и так далее так далее я думаю вот эти выступления вот эти там бежать впереди паровоза и так далее так далее это может относиться например тысячи русскоязычными израильтян которые не очень поняли в какой стране не живут и так далее остальные совершенно другие то же самое по поводу твоего вопроса голосования как показывает практика израильтяне имеющие гражданство россии украины узбекистана и так далее которые здесь имеют право прийти проголосовать этот уровень или процент участия бывает меньше десяти процентов то есть по большому счету даже выходцы из этих стран имея в общем-то паспорта или гражданство тех стран они не идут и не голосуют единственное кто по старой памяти идет первую очередь это пенсионеры которые зачастую живут еще проблемами той страны откуда они приехали это раз и второй я сказал бы вторая группа это те которые находятся здесь но они не считают себя уже постоянными жителями государства израиль вполне возможно для некоторых это может быть перевалочный пункт для некоторых это пауза какая-то жизненная потом они думают что может быть вернуться назад поэтому для них это вызывает определенный интерес они идут но все суммарно это меньше десяти процентов и вопрос могут ли они идти голосовать это их как говорится желание хотят идут хотят не идут другое дело что те вопросы которые там поднимаются насколько их это волнует как бы здесь большой вопрос но в данном случае то что ты говоришь и разговор идет не о выборах даже и даже не а референдуме к на котором должно решиться какой-то вопрос в эту сторону двигаться или в ту а это уже принятое решение утвержденное подтвержденное конституционным судом подписанной президентом россии поправки эти конституции а сейчас сделано какое-то такое общероссийское голосование которое мне кажется нужно чтобы потом сказать что вот это не наше решение было что мы взяли руководство и поменяли а это общенародное мнение было взять и поменять но я надеюсь еще что все эти поправки делаются не только ради одного пункта обнуления президентских строков поэтому для чего идут израильтяне имея российское гражданство голосовать у каждого наверное свой подход но запретить мы не можем но да ну для себя правильно все-таки и ты саша сказал и 2 саша сказал абсолютно верно что для себя нужно определить мы мы еще там или мы уже здесь это главное по моему спасибо спасибо за этот откровенный разговор спасибо вам друзья что были с нами и как всегда будьте здоровы и смотрите это он тв у нас интерес